Я юрист по интеллектуальной собственности. На рынке появились несколько таких игроков, которые пользуются неграмотностью предпринимателей в сфере авторских прав на этот контент. На каждый результат интеллектуальной деятельности существуют права. По практике это в районе 100 тысяч рублей за фотографию. Такая претензия приходит. Здравствуйте, дорогие наши зрители! Слушатели, предприниматели и те, кто решил встать на этот непростой, но, уверяю вас, очень веселый путь, на котором вас ждут разные неожиданности, в том числе и с контентом. Мы продолжаем цикл эфиров с лучшими из лучших. The best of the best, ну, в общем, вы поняли. Жмакаем все колокольчики, которые только возможно, чтобы не пропустить. Рассказываем друзьям. Ну, а если нет возможности смотреть видео, подкасты наши вам в помощь. QR-кодик на экране, ссылочка в описании. Наушники, громкость на всю. Прокачиваемся, слушаем. Конечно же, пишите ваши комментарии. Ну и комментарии, может быть, кого бы вы хотели видеть наших, или какую тему разобрать. Меня зовут Илья Тимошин, я руководитель союза деловых людей. И в рамках деятельности союза мы проводим, в том числе, эфиры. Вот, конечно же, хочется сказать, что у нас работает для вас контент-сервис. В чем его суть работы? Вы пишете запрос в свободной форме, который касается решений бизнес-задач. Это может быть подобрать меры поддержки от государства, оцифровать процессы. С персоналом может быть сбой. А может быть, вам нужно масштабироваться. Более 30 различных направлений. Пишите в свободной форме. Мы с вами связываемся, выясняем детали. И подбираем эксперта, который вас проконсультирует. Наши эксперты, мы все проверенные. Они знают точно, что делать. И на выходе вы получаете информацию, что делать в вашей ситуации. Дальше вы можете использовать ее сами. Можете уже заказать у нас услугу за деньги. Все консультации бесплатные. Поэтому, друзья, пишите в свободной форме. В чат-код, форма на сайте или на почту. Ну, а мы начинаем. У нас сегодня в гостях барабанный дробь. Кирилл Митягин. Привет. Кирилл основатель компании Невский IP. Ло, IP, потому что это интеллектуальная собственность. Да, все верно. Ну, как прошел год? Какие планы на этот год? Как этот год начался? Активно начался год. Планов громадье. Мы поменяли офис, переехали в новое здание. Как раз ближе к нашей целевой аудитории, к инноваторам, к кластерам Амоносов. Был недавно в кластере. Мне прям очень понравилось. Как раз там был. И круто делают. И там вообще большая площадь формируется. Да. Слушай, расскажи про проект, про свой бизнес. Чем ты занимаешься, какие направления, какие боли закрываются? Я занимаюсь юриспруденцией. Я юрист по интеллектуальной собственности. По образованию юрист. По образованию юрист. Как раз выпускник МГУ. Защитил кандидатскую тоже в МГУ. Работал сначала в бизнесе, в корпоративном. С землей был связан. А вот последние 14 лет, 14 лет назад основали с моим партнером. Тоже с выпускником МГУ. Мы однокурсники. С Николаем фирму Невский Айпилот. Юридическое общество Александра Невского. Работал какое-то время, получается, как исполнитель. Набрался опыта и решил, что надо делать свой проект. Ну, для юристов, да, это обычный путь. Я уже много предпринимателей приходит. Мне просто интересно, как этот переход проходил. В какой-то момент такой. Хочу стать предпринимателем. Как это произошло? Ну, вот мы с Николаем встретились. Как-то так. Такая химия у нас произошла. То есть он пришел с таким запросом. Я такой уже сидел, думал, ну, как дальше развиваться. И, да, в корпорации там были такие изменения, что пора уже было двигаться дальше. И вот так мы сошлись. Нашли общую идею. Выбрали новое направление для себя. Мы до этого не занимались интеллектуальной собственностью. Но поняли, что в этом есть перспектива. Это такое интересное направление. То есть работаем с учеными, с музыкантами, с художниками, с творческими людьми. Знаем, что будет у нас в будущем. Патентные заявки мы читаем. Еще никто не знает, какое там изобретение будет. Нас с вами на дружине. Слушай, а получается тогда история какая еще возникает, что вот эти патенты все, ну, как правило, да, я как разделяю, есть ребята, которые могут сделать крутой продукт, но они по своей сути не предприниматели. То есть они его, им тяжело его в мир проявить, да, ну, то есть упаковывать, донести. А есть предприниматели, которые могут это круто делать, да, и по факту вот те, кто патентуют, к ним нужно представить предпринимателей, чтобы это как продукт потом стрельнуло. Да, я думаю, правильно. Посыл такой, что, да, нужны много компетенций, ну, и в том числе, да, не только изобрести продукт, но как его продвинуть с точки зрения маркетинга, рекламы, пиара. Ну, и тема тоже круто трендовая, потому что сейчас у нас качается еще повестка к креативной экономике, а это все вот туда, как раз, знаешь, это человеческий капитал, интеллектуальная собственность. И если возвращаться к интеллектуальной собственности, что это такое, простыми словами? Простыми? Это нематериальные активы. Это то, что нельзя потрогать, но это имеет ценность. Ну, забегая немного вперед, мы сегодня будем говорить в том числе про фототролинг, так называемый, да? Это же материальный актив, или нет? Не материальный. Ну, то есть есть материальный носитель, это, например, картина, это код, записанный на сервере, это текст, который там может, да, в электронном виде быть, может быть распечатан, может быть в рукописном виде. Это материальный носитель. Но права на вот эти носители, есть, ну, как бы права может быть на книгу, как на вещь, да? Есть интеллектуальные права, это возможность распоряжаться Или предоставлять права. Например, пойти в издательство и разрешить им издать 10 тысяч экземпляров этой книги. А потом пойти к онлайн-магазину контента, к книге, там разместить, подкасты, еще что-то размещать. И получать монетизацию от использования контента. Прикольно получается. Смотри, тогда, если посмотреть, к примеру, раньше у нас все-таки был какой-то реестр вот этих вот интеллектуальной собственности. И, например, я как предприниматель смотрю, есть какой-то реестр, прикольная собственность. Я могу условно за какие-то деньги воспользоваться чужой собственностью, купить ее. А сейчас такого реестра не получается у нас, нет. Есть много таких реестров. Есть у нас государственный орган, Роспатент, который ведет реестр товарных знаков, изобретений, полезных моделей. Я, наверное, не про реестр, а вот, с одной стороны, я как какой-то изобретатель, создатель этой собственности, могу его разместить в общий доступ и разрешить пользоваться кому-то за деньги. Ну, такие реестры тоже есть. Да. Ну, помимо официальных, когда вы регистрируете и получаете права, есть различные реестры, они там и на коммерческой основе, и на некоммерческой, где собирают портфолио технических, каких-то организационных решений. То есть, со всей страны, получается, собирают? Ну, я не могу сказать, там, со всей страны. Ну, да, кто хочет заявить о себе и выложить там в общий доступ и предложить к сотрудничеству свое решение. Есть такие реестры, но я не знаю, что какие-то работают там прям круто. Не могу даже привести пример. Было бы прикольно, знаешь, такой агрегатор, когда, с одной стороны, как раз вот эти разработки, и человек готов условно предоставлять другим право пользователя, ну, за какой-то там процент или, не знаю, там, за деньги. И такой реестр, который кушается по всей стране, а я, как предприниматель, хочу что-то новое. Захожу, о, прикольные штуки есть, я могу себе это в бизнес сдать. Я готов заплатить за пользование этой собственности и использовать, да. И получается, всем было бы хорошо, если бы этот реестр такой максимально был распушен у нас. Ну, возможно, Сколково, вот близко к этой теме. Вот этот кластер Ломоносов, Воробьевые горы, это тоже как раз про то, что вы говорите. Про продвижение инноваций и привлечение инвестиций в научную сферу. Прикольно. Слушай, если говорить про проблематику вот в интеллектуальной собственности в этой сфере, какие ключевые, может быть, направления, ну, вот, можно начать, в принципе, с этих вот, контролей мне очень-таки нравится, вообще прикольная штука. Потому что даже, ну, вот у меня был, когда интернет-магазин, да, даже поставщик, предоставляя, например, фотографии товара, он сам застрахован, потому что договора с фотографом нет у него, например, а фотограф начинает себе магазин и потом кошмарить, а магазин по факту не виноват. Им поставщик давал эти фотографии, а он у себя их разместил. Ну, вот с фотографиями как раз нужно сейчас быть очень осторожными, потому что на рынке появились несколько таких игроков, которые пользуются неграмотностью предпринимателей, просто людей в сфере авторских прав на этот контент, на фотографии в частности. Еще есть и люди, которые пользуются правами на книги, и, видимо, еще будут какие-то там на картины и так далее. А суть в чем, что не отдают себе люди отчет или там не понимают, что на каждый результат интеллектуальной деятельности, вот по закону это так называется, результат интеллектуальной деятельности существует права. Есть авторы, у них есть права. Будут перебивать, да, смотри, к примеру, я даже, например, просто взял какую-то фотографию, делаю там презентацию откуда-то себе, да, или просто я зашел на кворк, заказал, чтобы мне нарисовал какой-то дизайнер это, я должен с ним подписать соглашение, что он мне передаетесь права. Да, чтобы использовать законно, и потом не прилетело к вам претензии. Хотя я за ним заплатил деньги, но я должен все равно подписать эту историю. Да, да, потому что потом, когда в суде, ну, например, возьмем случай, это вот реальный случай из практики, к нам обращается сеть фастфуда, не могу назвать название, но она крупная, она там уже по всей стране, и они говорят, что да, у нас сейчас идет там юридическая проверка прав на всю нашу интеллектуальную собственность, и вот раскопали, что наш главный логотип не защищен, потому что, да, на него есть товарный знак, он зарегистрирован, он там в разных видах используется, но авторских прав от дизайнера, который это нарисовал первоначально, у нас нет. Мы пошли получить их от автора, мы там откопали, что основатель где-то там на фрилансе заказал у исполнителя эту картинку, оплатил ее, ну, оплатил там, с карты на карту перекинул, но оказалось, что не смогли найти этого дизайнера, он уже умер, к сожалению. И вот решался вопрос, обращаться к наследникам с этой проблемой или не обращаться. Наследство получает его тоже, да? Да, авторские права переходят по наследству, и мы размышляли, вот если мы сейчас придем к наследникам и скажем... Он как раз скажет, а дай суд подам, да? Да, а давайте мы у вас приобретем права, за которые мы там 10 лет назад заплатили 20 тысяч рублей, но сейчас вы видите эту картинку везде, да, из метро выходите, о, ресторанчик, и решили не обращаться. Не были лихо, пока она тихая. Вот, но, а в момент, когда вы эту оплату делали, ну, подпишите на одну страничку документы. Никто не знает, я очень много раз... Ну вот, говорю, пожалуйста. Я очень много раз так сам делал, серьезно, много же агрегаторов, фрилансеров, надо картинку нарисовать, баннер, логотип, там, что-то ты заказал, деньги перевел, все, я только недавно узнаю, что это вообще за это может прилететь. Я думаю, ну, я заплатил деньги за работу человеку, ну, предприниматели, они же такие, они с двумя саблями обрываются, а потом огребают. Ну, да, деньги заплатили, но обеспечит доказательство, что вы заплатили за переход права. Прикольно. И тогда все. А с фотографиями еще другая проблема, что они же выложены в интернет. И с точки зрения авторов, я думаю, что они совершают такую провокацию, когда они не маркируют свои произведения, не ставят там копирайт, знак авторского права, а копирайт написан, значит, знак авторского права. Да, но он по закону, его можно не ставить. И такая провокация на нарушение, потому что люди заблуждаются. А они же авторы тоже не знают или знают? А как вы узнаете автора? Нет, сам автор размещаем, он же не знает, что он делает. Нет, кто в суд подает, они уже знают. Нет, кто в суд, понятно. А вот я автор, я дизайнер, я что-то нарисовал, выложил в банк. Да, это тоже как бы заблуждение. Но если фотобанк... То есть, по факту незнание авторов приводит к провокации. Да, но потом незнание авторов накладывается на незнание пользователей. Ну да, и здесь возникают фототроли, которые эту ситуацию смыкают в схему. А схема классная, что есть много обиженных авторов, которые не получают деньги за использование их фотографий, и их фотографии используются бесплатно. То есть, они, например, на своем сайте разместили свою коллекцию фотографий, свое портфолио. Яндекс или там Google, поисковые системы могут эти фотографии показывать в результатах поиска. Ну вот, например, вы там иллюструируете какое-то... Я так еще регулярно фотографирую. События, да. У меня там встреча в Москва-Сити. Мне нужно проиллюстрировать фотографии Москва-Сити. Пожалуйста, забил Москва-Сити фото красивое. Вам выдало 100 фотографий. Вы тыкнули на понравившееся, разместили у себя, проиллюстрировали события. У этой фотографии есть автор. Это все уже находится автоматически, программными средствами. Вот нашли, зафиксировали нарушение, обращаемся. С вас 50 тысяч рублей. Неважно, долго вы размещали, недолго. Вот такие... Факт есть. Да, примерно там 50, 100, где-то там 200. Если у вас там 3-4 фотографии, то это все умножается кратно. И люди не задумываются. Вот так идут и получают иски. Прикольно. Ну, то есть, получается, это прям такой бизнес. Да, это бизнес. Это нормальный бизнес. И таких вот уже раскрученных бизнесов, где-то 5-6 сейчас, можно поискать в интернете. Есть статьи. У нас брали комментарии для издания Forbes. То есть, он освещал вот этот бизнес. И мы давали комментарии, потому что мы сделали проект против вот этих фототроллей. То есть, мы видим здесь некое злоупотребление. То есть, перекос в защите прав. Да, безусловно, фотографы должны получать оплату. Они должны достойно получать оплату за свои права. И я ни в коем случае не выступаю, что нужно бесплатно использовать чужую интеллектуальную собственность. Но эта оплата должна быть адекватной и должна складываться. Ну, я, например, тоже как пользователь, да, я вот просто сейчас, как я себя веду, когда я нахожу картинку. А я даже не знаю, что, блин, я ее скачал и вставил в презентацию. Но я могу рассказать. Я не знаю, что за это надо платить. Потому что предприниматели тоже не осведомлены, да. И здесь вот вопрос, что просвещать это круто, о чем ты говоришь, да, что, ребят, хотите взять чужую картинку, а посмотрите, да, она кому-то принадлежит или нет. А второй момент, все-таки, наверное, как на уровне законодательства будет предупреждать. Я не знаю, вот курю, у меня на сигаретах написано, будешь курить, умрешь. Да, то есть, и когда любой агрегатор в интернете, ну, если на уровне законодательства применить, что агрегатор меня будет предупреждать, применение этой фотографии приведет к таким последствиям, наверное, я уже буду задумываться. Ну, если иметь в виду поисковики, то Google, например, предупреждает. То есть, когда вы заходите в Google картинки и видите свою поисковую выдачу там, то там есть предупреждение, что будьте внимательны, на произведения могут быть авторские права. Тогда возникает другой трэш, да? Мне нужна какая-то простая картинка, и у меня возникает куча геморроя, чтобы найти автора, согласовать с ним всю эту историю. Да, но есть уже классное решение, чтобы эту задачу решать. И с той, и с другой стороны. Это фотобанки. То есть, вы платите понятную, фиксированную денежку, например, за доступ к этому контенту, лицензию. Ну, например, там, 100 рублей, там, 1000 рублей, ну, в зависимости от подписки. И вы любой контент, доступный в банке, фотобанке, имея эту лицензию, скачиваете, у вас приходит бумага соответствующая, что да, вы это все скачали. Здесь другой момент возникает. Предприниматель же хочет еще сэкономить. И, например, ну, ладно, попались другие, я-то не попадусь. Не хочу, я фотобанк, подписку. Я вот по привычке с Яндекса себе скачаю картинку, да? Да. И, наверное, я не попадусь на эту историю. Ну, да, русский авось. Да, да. И здесь тогда вопрос, какие последствия могут быть? А последствия, это сначала вам придет претензия с предложением выплатить добровольно, ну, либо мы будем вас преследовать в судебном порядке. Суммы могут быть разные, но вот сейчас, вот как по практике, это в районе 100 тысяч рублей за фотографию. Такая претензия приходит. Ну, если несколько фотографий, то, соответственно, не нужно. Да, ну, и вот я, короче, получил такую штуку. А вы можете ее даже не получить. А, да. Потому что у нас развито электронное правосудие. Душуслой, в течение трех дней получено. Да, возможно, у вас там подключена эта электронная почта, или, ну, у нас большинство предпринимателей, вот насколько я понимаю, не сидит по юридическому адресу и почту не получает. А у истца обязанность отправить только исключительно, не надо вас искать, там, вручать, знаете, как в американских фильмах, там, лично в руки. Достаточно отправить на юридический адрес. А там уже ваши проблемы считаются, получаете вы почту или нет. Должны получать. Такая презумпция. И многие даже не знают, что у них идет судебное дело, что у них уже проигран иск. И они это узнают, когда по исполнительному листу у них в банке списывают сумму присужденного. Прикольный бизнес. То есть они даже иногда не получают сопротивление. Да, я вообще в шоке. То есть, с одной стороны, ты видишь этот разрыв, условно, в образовании этих, нашел обиженных авторов, подал в суд, предметы даже не знают, бабки списались, ни геморрой, ничего насчет капли. Да. Так, круто. И в суд не надо ходить, потому что электронное правосудие и иски там раньше до 500, сейчас вот даже сумму подняли до 800 примерно рублей, тысяч рублей, они не рассматриваются с вызовом сторон. То есть все заочно электронное. Слушай, ну это какие-то юристы придумали интересные. Ну да. Ну, как бы мы аплодируем, они молодцы, но продолжаем с ними бороться, потому что есть какой-то перекос. То есть мы, как юристы по интеллектуальной собственности, считаем, что не должны нести такое повышенное наказание. Нельзя за одну фотографию взыскивать 100 тысяч рублей. Не, я полностью согласен, потому что здесь опять же вопрос, я, во-первых, не знал, я и готов заплатить что-то, ну и как у нас сейчас даже в стране меняется профилактика сначала, да, нарушение, предупреди, а потом накажите. Да, ну а предупреждайте, там, например, разместить водяной знак на фотографии, это невыгодно, потому что в этом же фотобанке, если идти там официально, ну эта фотография, ну смотря сколько вы скачете, вы заплатили там за лицензию, ну там 3 тысячи, например, если вы одну скачали, это будет 3 тысячи. А если вы постоянно пилите контент и вам нужно там сотни фотографий, разные презентации, сайты, вы там, может, платите по 100 рублей за фотографию. И на этом авторы не зарабатывают. Они зарабатывают больше на судах, если у них есть вот так налаженная процедура. Так, вы, получается, мониторите там по реестрам судебных дел? Ну мы сейчас не мониторим, мы ждем, когда к нам обратятся. Такое обращение к ответчикам у нас не случится. Надо вести просветительские беседы, господа. Да, как раз мы это и ведем. У нас есть отдельный проект, мы его назвали «Десятая заповедь» в пику одному из вот этих фототролей, у них «Восьмая заповедь», мы назвали «Десятая заповедь». Можете загуглить, зайти, у нас там есть как раз и видеоролики, и статьи, и мы там подробно объясняем, как избежать и правильно использовать фотографии. Очень круто, давай еще какие-нибудь кейсы, которые вот прям предприниматели могут грязить на ближайшем горизонте. Ну вот с интеллектуальной собственностью две проблемы. Либо люди не знают, что это может быть интеллектуальной собственностью, и это не попадает под защиту, либо они наоборот думают, что это уже защищается по умолчанию, по автомату, по закону. Я вот так думаю. Ну вот кейс, компания занимается производством еды, и была задача сделать такие комплексные обеды для определенной категории людей. То есть они вообще в принципе возможны, но вот для детей, для маленьких детишек так делать нельзя. И они думали, как эту задачу решить, потому что рынок есть, классно было бы придумать. Они заказали научные исследования в институте, все официально. Им сделали, разработали эту программу, и они пытаются дальше это продвинуть на рынок, когда есть уже научное обоснование, что так делать можно, доказать Минздраву, еще каким-то регулирующим органам. И они по своему незнанию думали, что если у них есть вот это научное исследование, то им принадлежат права на это исследование. И только они могут выпускать продукцию в соответствии с разработанными новыми нормами, стандартами вот этой технологией. Они думали, что технология будет принадлежать им. И мы им объясняли, что нет, вы не зарегистрировали патент на эту технологию. У вас нету способа производства еды, упаковки или еще каких-то технологических принципов, которые позволили соблюсти все санитарные, медицинские, пищевые нормы. Что нужно дополнительно предпринять действия по защите вот этой технологии? Слушай, ну это круто, потому что много компаний, у них есть какая-то своя уникальность, да, например, да, и люди просто не знают, что это нужно как-то запатентовать. Вообще, есть ли какой-то формат провести, может быть, аудит, что можно запатентовать? И само патентование, ну, вообще геморрой, не долго, дорого. Да, ну вот слово аудит, это как раз в точку. Это наша, как мы считаем в нашей фирме Невское это его главная компетенция. То есть мы можем выявить в бизнесе те нематериальные активы, вот тот интеллект, который вы наработали, и защитить его. Мне очень надо такое. И показать, как его... Можно я запишусь уже сразу. Как его потом можно встроить в бизнес и монетизировать. Вот это главное, то есть вот это выявление... То есть по факту первое, что я делаю, да, вы проводите аудит, я понимаю, что можно выявить как интеллектуальную собственность или результат, там, да, во-первых, защититься, запатентовать, во-вторых, я могу это масштабировать, продавая другим. Да, еще вот этот промежуточный этап, то есть мы выявили, мы вам показали вот всю эту гору интеллектуальной собственности, которую можно. Затем мы... Вся гора не нужна. Не нужно регистрировать все подряд, нам каждое название, каждый там винтик в механизме. Нужно понять, что будут копировать конкуренты. Вот мы даже так и спрашиваем, вот да, у вас много всего напридумывано, а чем вы гордитесь, вот чем вы отличаетесь от конкурента, что они у вас копируют, если, ну, как бы захотят воспользоваться вашими активами, вот вашим интеллектуальным продуктом. Тут уже по-другому начинают думать, да, что защитить можно много, и это много денег стоит. Но защищать надо вот коммерческие, да, коммерческие потенциально выгодные решения. То, что будут красть, то, что самое основное. Вот, и выявляем вот это ядро вот этой интеллектуальной собственности, и его начинаю в первую очередь защищать. Потом можно, да, что-то остальное. Прикольная история, да. А смотри, какой вопрос возникает. Я попадал, если мне эта статья про то, что можно будет использовать, думают об этом, или тестируют, планируют интеллектуальную собственность, актив, как залог даже, чтобы получить деньги. Да, это используется, это есть. Ну, то есть, по закону это все можно, и банки это финансируют, и они даже показывают, что, да, они тоже поддерживают инновационную экономику. А, тогда как оценить вот этот актив? Есть несколько способов. Ну, вот, с точки зрения оценки, есть способ по затратам, есть способ по доходам, ну, по будущей доходности, есть сравнительный способ, то есть, взять аналоги и посмотреть, сколько они стоят, и сказать, что это, ну, вот так, например, квартиры оценивают. Но два способа для интеллектуальной собственности не подходят. По затратам, ну, смешно это оценивать. Можно либо раздуть эти затраты. Нет, можно сказать, я всю жизнь посвятил изучению, и вот 40 лет. Да, и что вы сделали, а это коммерчески непригодно. Аналогов, скорее всего, вы не найдете. То есть, очень сложно сказать, потому что всегда разрабатывается какой-то уникальный продукт. Поэтому у нас остается один способ, это оценить будущую доходность от использования этого результата интеллектуальной деятельности. А как? Ну, вот, смотрится как раз вот здесь. Есть прям процедура прописана? Да, да. Ну, то есть, это стандартные оценки. Это не мы занимаемся, да, не юристы, это занимаются оценщики. Но мы с этими оценщиками работаем и понимаем, что из их объяснений это вот так. То есть, получается, уже такие прецеденты есть, что банк выдает деньги под залог активов интеллектуальной деятельности, и она оценивается. Ты можешь, то есть, вот о чем, я сейчас пытаюсь цепочку выстроить. То есть, вы можете проаудировать, найти эти активы, выделить какие из них бомбы, в хорошем смысле этого слова, их условно запатентовать, а дальше я могу этот актив еще и оценить и еще под них получить деньги. Ну, все так, да. Ну, использование как залогового инструмента результата интеллектуальной деятельности, это, конечно, там высший пилотаж и таких сделок мало, но они есть. Я слышу, что сейчас в эту сторону прям активно смотрят, и у нас же, если глобально смотреть тоже, да, у нас сейчас сверху прям качается повестка, креативная экономика. Это как раз один из элементов, да, экономики. Да, и государство для этого все делает, чтобы это заработало. Это же прикольно прям, ну, не знаю, давай какое-то пожелание тем, кто нас будет смотреть, слушать от тебя, как от предпринимателей юристы по интеллектуальной собственности. Ну, пожелание простое. Нужно обратить внимание ваше и увидеть в интеллектуальной собственности новые возможности и не упускать риски, которые она таит в себе. А она таит очень много и возможностей, и рисков. Вот в этом, как предприниматель, да, он же должен во всем разбираться, вот обратите внимание еще и на возможности, которые интеллектуальная собственность дает. Слушай, спасибо тебе огромное просто. Для меня реально сейчас открылись возможности, потому что вот всегда в деталях надо разбираться, да, для меня интеллектуальная собственность, вот это все было что-то какое-то такое серое пятнышко, да, то, что реально в каждом бизнесе, по факту предприниматель, он же создает какие-то эти активы, просто их не видит, да. Да, в любом бизнесе мы найдем, вот это как раз это и есть компетенция найти в любом бизнесе, то есть мы возьмем фитнес-центр, мы найдем там по всей вот этой списку объектов интеллектуальной собственности из закона и товарные знаки, и полезные модели, и изобретения, и базы данных, и программы для ВМ, это все это есть, но многие этого не видят и не используют. Круто. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Активный предприниматель, ссылочка, жмакайте колокольчики, конечно же, слушайте подкасты. Действительно, очень важно, что то, что мы делаем предприниматели, это еще имеет, и вот такой актив интеллектуальный оказывается, и круто ты сказал, что это несет как и риски в том числе, да, и в том числе новые возможности. Конечно же, всегда используйте новые возможности, поэтому записывайтесь, проведите аудит, можете также написать нам на почту, мы все вам поможем. Ну и пишите ваши комментарии по темам, которые интересно было бы разобрать, а мы остаемся на связи. Пока-пока.